Служба МЧС, откройте, пожалуйста. Обычный будний день. Сотрудники МЧС начали его с планового рейда. Ничего экстренного и чрезвычайного. Задача одна – проверить, в каких условиях живут многодетные семьи, ответственно ли относятся родители к правилам пожарной безопасности. К одной из групп, которая предстояла обойти квартиры в доме по улице Махновича, присоединилась и наша съемочная группа. Принимают хлебосольно. С огнем шутки плохи. Порой эту аксиому забывают даже взрослые. А что уже говорить о детях? Казалось бы, нужно знать элементарные вещи. Ведь именно от них нередко зависят не только здоровье и безопасность, но и жизнь. Именно поэтому в ходе рейда с Брестским ГОЧС по многодетным семьям в рамках подпрограммы «Семья и детство», государственной программы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы были обследованы квартирам. В первую очередь мы обращаем внимание на пожарную безопасность жилья данных семей. Обращается внимание в первую очередь на наличие автономных пожарных извещателей. Так как это кажется такой маленький прибор, так называемый гаджет, но он способен предупредить человека о возможной беде. Во время рейда хозяевам были даны необходимые рекомендации, проведено обучение по мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделили осмотру квартир, а также порекомендовали при возможности установить автономный пожарный извещатель. Рекомендуем, если у вас не установлены пожарные извещатели, они необходимы для раннего обнаружения пожара на минимальных площадях. И главное, чтобы вас сберечь. То есть, если, не дай бог, что-то случится ночью, чтобы вас разбудить, и вы благополучно со своими детками могли выйти на улицу. Установка извещателей, кстати, обязательно только в жилых помещениях. На кухне монтировать их не нужно. Помимо новостроек, поддерживать приборы в работоспособном состоянии обязаны владельцы квартир, в которых прошел капремонт, а также те, кому поставили их по соцпрограмме. Очень важно, чтобы каждый человек, взрослые дети, знали все меры предосторожности, знали, как выйти из сложившейся ситуации, если такая ситуация произойдет. Ну и чтобы предотвратить эти все ситуации, чтобы такого не случалось. Если что-то горит, не надо говорить срочно пожар, приезжайте, а надо говорить, какая квартира, какой город, какой подъезд и какой этаж, чтобы они быстро приехали и потушили пожар. Спасатели города Бреста убеждены, безопасность человека во многом зависит от его осторожности. Они рекомендуют установить дома пожарный извещатель и поддерживать его в исправном состоянии, чтобы сберечь себя и своих близких. Продолжение следует...